приветствую всех на канале матковод с вами я илбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет привет итак друзья сегодня 20 сентября похолодало что-то у нас и настало время друзья очередного контрольного взвешивания в течение зимовки по поеданию кормов зимних запасов кормовых запасов пчелинной семьей зачем мы это делаем мы это уже делаем четвертый год подряд кому-то это уже может сто раз надоело но для нас это важно пока в ходе наблюдений из трех прошлых годов мы обнаруживали практически одинаковую ситуацию сидали ориентировочно до 7 килограмм за шесть месяцев ну вот можно проследить двадцатый год 6 700 за шесть месяцев за шесть месяцев девятнадцатый год 6 650 и 6 700 за вынос 18 по 19 год за 6 месяцев но как бы вес одинак абсолютно можно сказать одинаковый но просто иногда разные условия первый год мы оставляли на 7 рамках увидели такой же результат второй год на 8 третий год на 9 рамках и картина повторяется мы будем дальше это делать чтобы очередной раз убедиться потому что в этом году в любом случае эта семейка слабше за те семейки которые тут так как тут основная масса семьи это была воспитательница небольшой силы здоровые семьи были они в два раза мощнее были это же семейка продавался пакет и исходя из ситуации по облету маток эта маточка облетелась не в первых рядах соответственно тут может уже и подлаживалась плодная матка час прошел и эта семья даже не развилась до двух корпусов она осталась на одном корпусе дала нам метку три рамки забрали и будем сейчас ее анализировать я она спиртем как друзья начать хотел и тоже сделать небольшое объявление так как многие уже ребята думают что маток нет в реализации но сделаю объявление еще есть последние маточки так что если кому надо звонить вот этот сегодняшний сегодняшний отбор отправочка так что если кому надо так как после различных обработок после различных манипуляций ребята теряют маток всем семьях и нуждаются в дополнительных матках еще есть буквально и я думаю небольшое количество так что если надо звонить их выше так и начнем я уже подготовился я уже расписал определенные как бы данные обуви из года в год они повторяются просто в этот год я перевесил рамки и у меня 9 сушнин но вышло около 3 килограмма 200 грамм ну тут написано вес уляс подставка это 7 килограмм количество рамок я написал что тут 9 количество пчел это ориентировочно на мой взгляд сколько ну тут конечно я думаю меньше 2 килограмма но мы пишем по максимуму 2 килограмма пчел и вес рамок получился 3 килограмма 200 грамм значит всего от данного веса который будет час на весах показывать надо от минусовать 12 килограмм 200 грамм и у нас получится наличие самого корма без самого корма ну и мы начнем давайте подойдем вот так выглядит семейка червячок боли залез под клеенку в каждой улочке сидят пчелы нравится мне эти силиконовая пленка кстати вчера писали ребята что не вчера позавчера это увидели в этом минус то что пленка легла на рамки и пчелы как бы не смогут мигрировать между улочками нового из моей практики в этом абсолютно нет надобности и мы никогда даже не подставляем как некоторые ребята планки под клеенку и тому подобное этого не делаем для нас это не является минусом так ну и сейчас свешиваем а тут у меня что-то сбито кто-то тут что-то ковырялся так у нас получилось 35 килограмм 500 грамм 35 500 так 35 500 значит 35 500 значит тут нам надо написать 35 500 минус 12 200 сейчас мы отминусуем и хотел бы проанализировать вес улья в прошлом году в прошлом году тоже пчелиная семья шла на 9 рамках зимовать но вес у нее был 32 килограмма 700 грамм сейчас видим что улей почти на 3 килограмма тяжелее я его перекормил в нем корма ну больше чем в прошлом году исходя из одинакового количества и пчел и рамок и тому подобное было в этом нужда ну она однозначно не было так как те семейки которые имели вторые корпуса они кормовые запасы слаживали во вторые корпуса и в момент снятия за корма они были более голодными соответственно они нуждались в этом объеме в 16 литров сахарного сиропа который мы давали а вот такие семьи которые не получали второй корпус они не нуждались но тем не менее хотя мы одно кормление пропустили как эту семью так и вот конкретно эту потому что когда мы свешивали ручными весами нам показалось что эти две семьи могут одно кормление пропустить эта семья получила 12 литров сиропа но это такое значит что у нас получилось 35 500 минус 12 10 сейчас друзья уже голова не соображает в конце сезона усталые такие что 35 500 минус 12 200 получилось у нас 23 килограмма 300 грамм 23 300 23 300 в прошлом году был 21 килограмм корма сейчас имеем на 2 килограмма 300 грамм больше все друзья как и в прошлом году данный тест будем проводить каждые две недели если кого будет интересовать почему мы с этого времени начинаем считать который так как на наш взгляд на данный момент если уже есть какой-нибудь расплод в гнездах его очень минимальное количество которое не влияет на какие-либо уже поедание кормов или состояние семьи это уже такое остатки вышли и забыли вот можем проанализировать например в прошлом году когда первые две недели при наличии может какого-то небольшого расплода получается у нас было 32 700 а уже через две недели пятого и десятого было 32 килограмма 700 грамм они съели за первые две недели а тут проанализируем сколько сидят и свешиваем и до 20 марта почему до 20 марта потому что в начале марта у нас начинает матки в этих улях откладывать яйцекладку соответственно мы анализируем до начала марта какое стабильное поедание кормов и вот в момент когда начинают 1 марта не откладывать яйца и до 20 вот видим этот скачок сейчас увидим например за последний за последние две недели это мы имеем а тут мы даже свешили 3 апреля 3 апреля не знаю зачем это была надобность но тем не менее вот видим если 5 3 5 марта было 27 200 так 19 марта было 26 килограмм получилось съели килограмм 200 грамм это нам говорит что сейчас показатель кормового запаса за первые две недели нам покажите есть ли расплод не есть насколько семья сейчас уже собрана в зиму насколько она спокойно сейчас уже это нам покажет ну картин а последний месяц покажет насколько уже она включилась работа так как лезть просто ковыряться в гнезе чтобы увидеть есть ли там расплод или нету но это очень экономически невыгодно на больших пасеках соответственно проще проще анализировать все друзья на этом буду заканчивать через две недели встретимся тут же свешим их будем наблюдать за этим будем с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классы кому нравится дизлайки все всем пока пока